Здравствуйте! В эфире передача «Женский фактор» и я ведущая Лейла Сеидзаде. Я традиционно приветствую наших зрителей канала CBC и радиослушателей канала CBC FM из отеля Four Seasons. Замечательный наш стол с десертами и замечательные гости с очень интересной информацией. Эргис Ханам, сегодня вы здесь на передаче «Женский фактор», а это означает, что мы будем говорить о том, что делает фонд развития образования для развития образования женщин, женщин, девочек. И самое приятное, что я знаю, что вам есть много чего рассказать на эту тему. Фонд делает очень много чего, и я даже знаю, что он свою деятельность начал как раз таки с девушек и с женщин. Но гости на этой передаче не я, а вы, поэтому я не буду много говорить, и передам слово вам. Пожалуйста, расскажите для начала о том, чем занимается фонд развития образования и какая у него миссия, почему он был создан и когда. Спасибо большое, Лила Ханам. Фонд развития образования — это публично-юридическое лицо, созданное указом господина президента, датируемым в 2021 году. Год спустя, в 2022 году, был подтвержден наш устав, и, можно сказать, с этого времени мы официально начали свою деятельность. Основной миссией фонда развития образования является поддержка проектов, направленных на развитие образования, затем улучшение материально-технической базы, это означает, сюда входят и как школы, университеты, детские сады, так и общежития, и, конечно же, укрепление интеграции между экономикой и образованием, а точнее государственно-частное партнерство. А что это означает? Можете более подробно? Конечно. Это означает, что вот я считаю, что груз образования, он должен быть не только на плечах государства, но и также некоторые частные лица, частные организации, они должны также вносить свой, есть даже маленький вклад. И вот фонд как бы является мостом между государственной стороны и между частными компаниями. Далее в ходе беседы я могу привести примеры партнерства между проектами. А с чего началась деятельность фонда? Очень интересный вопрос, как раз подойдет к теме. Первый проект фонда развития образования, это была стипендиальная программа имени Хенефа Меликева Зердаби. Хенефа была просветителем, и помимо этого она также занималась благотворительностью. Именно поэтому программа получила ее название. Нашим основным партнером, можно сказать, даже инициатором этого проекта является комитет по проблемам семьи, женщины и детей Азербайджанской республики, если еще точнее, то сама Бахархана Мурадова. Хотела бы рассказать в двух словах предысторию этого проекта. Да, интересно. И почему вы персонализировали? Да. Значит, несколько лет тому назад Бахархана Мурадова в комитет вступило письмо от одной девочки, которая была из города Товуз. Она написала письмо о том, что очень хочет продолжать свое образование, но, к сожалению, не имеет достаточно финансовых ресурсов. Председатель комитета, встретившись министром науки и образования господином Мурлаевым, сказал, что вот есть желающие, есть письмо, и это не первый случай. Как мы можем помочь? Господин министр очень тепло отнесся к этой инициативе и сказал, что давайте не по одному, а как-то вот сделаем это в форме проекта. Так и возникла идея этого проекта. Был подписан трехсторонний договор между комитетом, министерством и фондом развития образования. Со стороны комитета нам поступает определенный список, уже все проверка и так далее, все проводится со стороны комитета, и мы им выделяем девочкам стипендию. Для того, чтобы они учились где? Для того, чтобы... Это стипендия как бы просто на их разные траты. То есть в ходе беседы с девочками, интересно, что они, некоторые из них говорят, что мы будем тратить эту сумму на определенные курсы, кто-то записался на английский, кто-то помогает по дому, кто-то, не знаю, покупает на эти деньги лекарства, допустим. То есть это не обязательно траты на образование? Нет, нет, просто вот это дополнительная как бы помощь, стипендия. Одноразовая или же? Нет, это меморандум был подписан на год. Нет, регулярный или нет? Я имею в виду, девочкам она выдается один раз каждой девочке или же? Нет. Вот 25 девочек было выбрано, и этим 25 девочкам в течение года ежемесячно выплачивается эта стипендия. Вообще-то программа рассчитывалась на год, но мы продлили ее, и те же самые девочки также продолжают получать стипендию. Я хотела бы подчеркнуть, что здесь, в этом проекте мы выделяем не только стипендию, то есть не только с материальной стороны хотела бы рассказать о проекте, а также для личного и профессионального роста, для девочек, мы узнали у них, спросили их интересы, по каким темам им хотелось бы получить дополнительные курсы. Некоторые сказали это мотивация, некоторые сказали лидерство, пиар и так далее. И мы по возможности организовываем им тренинги на эти темы, встречи. Хотелось бы также подчеркнуть, что двое из этих девочек провели практику у нас в фонде, также успешно ее завершили. И в этом году, в 2024, к этому списку добавилось также еще 55 новых девочек со стороны комитета. Планируем мы, конечно же, еще больше проводить с ними встречи, возможно, чтобы все не заканчивалось только на стипендии, а также чтобы они могли завтра на рынке труда найти себе достойное место. А когда мы говорим о стипендии, можно узнать сумму? Да, конечно. О какой сумме идет речь? Сумма 200 монат ежемесячно. Им удается 200 монат. У меня много вопросов, потому что я думаю, что эта информация, она прикладная, она может быть полезна людям, которые нас смотрят. Что нужно сделать для того, чтобы подать конкретно на эту стипендию? Именно этот проект, отбор проходит со стороны госкомитета, они сами выявляют этот список. Я считаю, что если девочки обратятся в комитет, то при следующей заявке они обязательно это учтут. У нас также есть проекты, в которых мы даем объявление, посылаем эту информацию всем университетам, газетам, определенным страницам и так далее, чтобы как можно больше людей увидели и подключились к нашей программе. Когда выбирали название, чем руководствовались, мне очень интересно? Ну, Хэлли Феха, я считаю, что она была примером. Она была поддержкой многим девочкам, то есть она была супругой СМБА Зардаби, и вместе с СМБА Зардаби они помогали не одной девочке докончить свое образование и так далее. То есть они занимались именно благотворительностью. И мы хотели бы, чтобы мы, азербайджанцы, не теряли наши традиции. Да, вот, как было раньше, сам Гаджи Зинлабдин Тагиев, он был нефтяным магнатом, и в то же время сколько всего он сделал для девочек. Очень радует, что частный сектор не остается равнодушным. Есть, вот если проект Хэлли Феха на Мэлли Квази Ардаби, это был как бы между двумя государственными организациями, также сюда на данный момент именно хотят вот вложиться в образование девочек. Многие частные компании. Например, я упомяну название Nexol Holding. Недавно у нас был подписан договор, и они взяли на себя спонсорство на образование 50 девочек. И программа называется ПАРЛА, что означает CI. Но это уже следующая программа, правильно? Да, следующая. А, это уже другая программа. То есть опять-таки поддержка девочкам, все идет таким же ходом, та же самая стипендия ежемесячная. Но тут не только стипендиальная программа, но и программа развития. Вместе с Nexol Holding мы разработали очень хороший план для личного и карьерного роста девочек. Им также прилагаются разные доступы, например, к платформе Курсера. Там более 7000 курсов, которыми девочки могут воспользоваться бесплатно. Помимо этого у них есть доступ к Nexol Академии. И ежемесячно, план еще на стадии разработки, с ними будут проводиться различные тренинги. И самое-самое, что, конечно же, нас обрадовало, что в конце этого проекта, если даже не все, но многие из этих девочек будут иметь возможность работать в самой компании. То есть здесь, в общем-то, закрывается полный цикл. Да. И поэтому очень важно, когда сотрудничает и государство, и частный сектор, и общественный сектор. Действительно, мы же в своих постовицах, да, мудрость народа, в общем-то, об этом говорит, что «Теки альдэн сясь чихмаз», что, в общем-то, все происходит, все хорошее происходит при поддержке друг друга и при общих усилиях. Вот эта программа, она называется «Парла», то есть «Сияй». А кто туда может обратиться, какие девочки это? Туда специальности, посоветовавшись с Нексоу Холдингом, были выбраны совместно. Больше всего там были специальности по механике, инженерии и так далее. То есть более им подходящим специальностям. Что нас очень радует, что за короткое время, меньше чем месяц, обратилось около 700 девочек в этот проект. Прошел отбор, более 100 девочек мы позвали на интервью, провели с ними интервью у нас в офисе. Были представители фонда, партнерской компании. И каждое интервью длилось, наверное, где-то минут 30-40. Настолько с ними было интересно говорить. Настолько замечательные это девочки. И каждый, во-первых, с высоким баллом. Помимо этого, они активные, социально активные. То есть всячески талантливые девочки. И очень сложно было выбрать из них 50 девочек. Но, к сожалению... Это реальность и конкуренция. И здорово, что она у нас есть. Было бы очень грустно, если бы вы сказали, что вам подали всего 100 девочек, и вы еле-еле отобрали 5. А я знаю, что у вас еще есть проекты. Да. У нас есть еще проекты. Например, тоже касается девочек. Да, конечно, мы сегодня говорим про девочек. Партнером именно в этом проекте, а точнее инициатором является Women in Tech Азербайджан. Это снова стипендиальная программа для девочек. Но тут немножко иначе. Проект имени Майи Гаджиевой. Поддержка девочкам в сфере КТ. Также она встретилась с большой популярностью. Около 500 заявок есть на данный момент. И это очень радует. В этом проекте здесь уже аудитория, не только наши студенты, а также могут обратиться с женщиной до 40 лет. Интересно. Да. А почему такая большая разница? Потому что многие на данный момент мир меняется. И некоторые сферы, которые мы изучали, по направлению, к которому мы шли, уже, возможно, неактуальны. И многие хотят переквалифицироваться и так далее. И есть специальные курсы. То есть уже не надо идти 4 года учиться, допустим, по сфере IT. Можно пройти хороший курс, и ты уже имеешь достаточно навыков. В этой программе мы тоже в итоге выберем с нашим партнером 20 девочек. И вот этим 20 девочкам будет предоставлен выбор любых курсов. Там есть определенные курсы по сфере IT. И оплаты будут со стороны фонда и спонсора проекта. Инициатором этого проекта, как я сказала ранее, была организация Women in Tech Azerbaijan. Проект проходит с финансовой помощью фонда развития образования и других частных спонсоров. Что тоже радует, что частный сектор вовлечен снова в образование. Это очень радует, на самом деле. И хотелось бы, наверное, чтобы еще частные лица поддерживали. Я знаю, что в третьей программе это возможно поддержка непосредственно частными лицами. То есть это когда человек идет, потому что у нас была отдельная передача, посвященная. Майя Гаджиевой и этой программе. Те, кто смотрел, знают. Еще раз хотелось бы добавить к вашим словам, что, в общем-то, все могут подойти к аппаратам ИМАНАТ. И найдя Хейри Ачилий, благотворительность, найдя Women in Tech, пожертвовать, сколько могут, сколько не жалко на образование девочек и развитие девочек Азербайджана. Конечно же, все, что является совместным общим усилием, это всегда приносит совершенно другой социальный результат. Арина Ханом, вы назвали достаточно большие цифры. Я знаю, что, в общем-то, программы в бюджетные, в маркетинговые бюджеты не такие большие. То есть программы, не знаю, там, нигде не висит на билбордах в центре города. То есть, к сожалению, для того, чтобы узнать о них, нужно какое-то усилие приложить. Но при этом все равно очень большое количество подающих. И хотелось бы понять, а есть ли у вас подающие из регионов? Есть. И, если честно, я не знаю, насколько это правильно сказать, но в основном мы делаем предпочтение именно девочкам с региона. То есть, допустим, есть у нас объявление, мы делим себя у себя на официальном сайте, на социальных, в разных социальных сетях. Помимо этого, отправляем во все университеты. То есть, неважно, этот университет при министерстве или это частный университет. То есть, во все университеты, которые есть в Азербайджане, мы им отправляем. И помимо этого, несколько раз снова связываемся и просим их еще большей аудитории, еще больше студентов. У них есть там внутренние группы, есть некоторые делятся у себя также на страницах. Есть различные страницы с большими аудиториями, там делимся. И подающих из регионов, на самом деле, очень много. У нас даже статистика была недавно в одном из этих проектов. То есть, Баку там, кажется, был на втором месте. Я не помню, к сожалению, точно какой регион, но из одного региона количество превышало. Мне кажется, это очень хорошие новости. И сложно почему скрывать то, что вы приоритизируете регионы. Это нормально. Я думаю, что всегда поддержка нужна более слабому. И учитывая, что традиционно в регион доходят всегда меньше возможностей, это замечательно. Анаргиз Ханам, а есть ли какие-то уже истории успеха? С девочками у нас сложились очень дружеские отношения. И это не только у меня, но также и у других моих коллег. То есть, мы поздравляем друг друга по праздникам, немножко даем им направление. Например, там зарегистрируйтесь в LinkedIn и так далее. Будьте актуальными, участвуйте в этих курсах. То есть, сложились, на самом деле, дружеские отношения. И история каждой из этих девочек, она разная. И девочки сами, то есть, они... Есть у нас девочка из академии, авиационной академии. Есть у нас девочки из медицинского института, есть, которые учатся на юриста. То есть, на самом деле, всесторонние разные девочки. И что меня очень тронуло, то, что есть такие девочки, которые, возможно, сумма может кому-то показаться очень маленькой, что 200 монат в месяц. Не знаю. То есть, кому-то это может показаться маленькой. Но, на самом деле, некоторых судьбы это меняет. Вот есть у нас одна девочка, она копит эту сумму. И накопивши определенную сумму, она платила свое образование. Она учится на платном. И она оплатила свое образование. Есть у нас девочка, которая, я знаю, что у нее нет отца, у нее есть лишь мать. И, к сожалению, тоже болела. И вот девочка, получившая свою стипендию, если даже не всю, но большую часть, дает именно на лекарства своей матери. Что, конечно же, тоже, не знаю, лишний раз заставляет ее грустить. И, конечно же, гордиться тем, что ты являешься частью чего-то важного. То есть, ты можешь прикоснуться к чьей-то жизни. То есть, опять-таки, если даже это маленькое, что-то не очень большое. Но для кого-то это маленькое есть очень большое и значительное. Нарвис Хам, вы рассказали об очень эмоциональных историях. Ну, мы знаем, что всегда у любой ситуации две стороны. Оборотная сторона Луны, так сказать, тоже существует. Как вы боретесь с попытками, наверное, обмануть вас? Я думаю, что такая ситуация бывает, когда люди просто хотят получить какие-то дополнительные 200 монат или бесплатные курсы, но пытаются занять чужое место. Да, я думаю, что бывают такие ситуации. А как получается это контролировать? Отборы у нас в основном проходят в два этапа. Первый этап – это онлайн-заявки. А во втором этапе уже интервью. Конечно же, бывают случаи, сразу которых мы исключаем, то есть неправильно заполнили анкету, или видим, что у нас тоже есть свои каналы, можем узнать через университеты. Есть там определенные организации, которые работают со студентами. То есть проверка идет максимум с нашей стороны. И стараемся, чтобы эти деньги получали именно нуждающиеся люди. То есть это такое ответственное распределение этих денег? Конечно, есть проекты, в которых мы даем предпочтение социально слабо защищенным семьям. И там есть у нас пункты бывают, куда они должны вложить, добавить бумагу. То есть документ, который подтверждает их социальный статус. Мне кажется, это очень важно, во-первых, для поддержания веры, то, что это все прозрачный процесс, что за каждую девочку борется не один фонд, а партнеры, организации, и что это не какая-то формальность, где просто раздаются 200 монатов с какой-то целью. Я очень рада была видеть вас здесь на передаче. Очень приятная, обнадеживающая беседа. Я считаю, что это просто прекрасно, то, что в Азербайджане сейчас у нас есть эти программы, и что фонд государственный начинает свою деятельность именно с проектов для девушек, женщин. Я желаю вам процветания, много сил, потому что у вас много заявок. Нужно много работы для того, чтобы всем донести это благо. Спасибо большое, что были сегодня с нами. До встречи. Вам спасибо. Спасибо за приглашение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова